Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Лариса Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Наводили чистоту общими силами. В Самаре прошел общегородской субботник. Из юмористов в садоводы. Самарские КВНщики приняли участие в экологической акции. Самара становится центром судостроения. Первые несамоходные сухогрузы построят уже в этом году. 20 апреля традиционно по всей стране прошли общегородские субботники. Тысячи самарцев также приводили в порядок дворы, убирались в парках и скверах. Не остался в стороне и коллектив нашей телекомпании. На один день журналисты и операторы телеканала «Самараги» сменили амплуа и вооружились граблями и мешками для мусора. Чистоту и порядок по традиции наводим на прилегающие территории. Журналисты, редакторы и операторы в очередной раз доказали, что могут не только писать и снимать репортажи на злобу дня, но и делам помочь, чтобы Самара стала еще чище и краше. Наш субботник традиционно, он проходит возле редакции. По-моему, прошел очень удачно, все так весело, бодро все собрали. И будет приятнее приходить с понедельника на работу. Телекомпания «Самарагис» и весь вообще коллектив мы регулярно, каждый год выходим на субботники, на средники. А мое личное мнение такое, что город нужно убирать не только весной в эти средники и субботники, но и каждый день по возможности. Старую листвую мусор собрали оперативно, ведь новости ждать не будут. Помочь сделать наш город еще чище можете и вы. Навести порядок и чистоту в своем дворе никогда не поздно. Елена Малютина, Лариса Шалафаст, Сергей Кизуркин, Григорий Плешаков. События. Чистоту на городских улицах коммунальные службы продолжают наводить ежедневно. 200 единиц спецтехники и 300 рабочих трудятся в две смены, чтобы привести Самару в порядок. За комплексной уборкой наблюдала мэри Елчан. Красноармейскую, Огибалово и еще 127 улиц очистили от пыли и грязи. Самарские магистрали вовсю готовят к летнему периоду. Дорожники подметают, пылесосят дороги и тротуары. Моют также ограждения и бордюры, чтобы покрасить. Все для комфорта жителей. Как здорово. Пыли нет. Все чисто. Девочки, мальчики убирают. Все замечательно. Очень приятно, разумеется, что все-таки беспокоятся о городе. Кроме механизированного и ручного сбора мусора, пыли и грязи, на улице города ежедневно выходят 18 больших и малогабаритных дорожных пылесосов. А также 16 поливомоечных машин и универсальная машина «Чистодор». Ее производительность выше в четыре раза. Преимущество именно этой машины в том, что он идет на базе «Камаза» и больше объема мусора, меньше расхода топлива и больше объема мусора забирает он. В связи с тем, что сразу по транспортеру кидает в кузов. Чтобы привести в порядок все улицы города, трудятся в две смены 300 рабочих и 200 единиц спецтехники. Основные работы, по словам специалистов, лучше проводить ночью, чтобы не мешать движению транспорта. В дневное время много припаркованных машин у обочины. Это также создает неудобства. И на одни и те же улицы технику и персонал приходится выводить заново по мере освобождения участка вдоль дорог. Работы по подготовке и мойке ведутся по всему городу. Единственная интенсивность их немножко отличается в связи с различными спецификами районов. Если в центральной части в зимний период в основном было достаточно большого снега, использовались антиглоледные материалы современные, многокомпонентные, то на территории Красноглинского района, Куйбышевского, части Кировского района используются ПСС. Там более трудоемкие работы по подготовке после зимы, больше зимних накоплений собирается. В дальнейшем в жаркую погоду на дороге выйдет дополнительная техника для полива улиц и тротуаров. После дождей магистрали также нуждаются в мойке. Дело в том, что пыль, грунт с газонов частично попадают в ливневки и прибиваются к бордюрам. Внести свою лепту в наведение чистоты в городе может каждый житель Самары. Мэри Илчан, Николай Епифанов, События. В Самаре открывается сезон фонтанов. Всего в городе их 39. Перед началом работы специалисты проверяют состояние деталей всех сооружений. За работой наблюдал Андрей Горгуленко. Вручную установить каждый из 300 светильников задача, на первый взгляд, непростая. Но опытные монтеры легко справляются с такими объемами. Устанавливать подсветку фонтанов для Петра Федотова дело привычное. Главное проверять изоляцию проводов, ведь они находятся под водой. Тут трудно, ничего такого нет. Тут функциональных светильников, слишком их много. Поэтому требуется очень много времени. Ведется и монтаж форсунок. Фонтан Самара под ленинградским спуском отличается наибольшим количеством струй. Их почти 650. Он автоматизированный. Таких современных фонтанов в Самаре две трети. В этом году сложности добавил очень снежная зима. Сейчас еще много грунтовых вод, которые приходится откачивать из подземных коммуникаций некоторых гидросооружений. В целом по городу задействованы 40 специалистов. Они должны своевременно завершить наладку и обеспечить работоспособность 39 фонтанов. Но забот много не только в месячник по благоустройству. Как только завершается сезон фонтанов, монтеры уже начинают готовиться к следующему. Производят ревизию и замену оборудования, отправляют его на хранение. А уже весной, когда чаши очищают от мусора, детали возвращают на место. Поврежденные меняют на новые. Перед полноценной работой оборудование проверят тестовым запуском. Многие фонтаны уже автоматизированы. Просто человек там находится для того, чтобы следить за работой оборудованной и сообщать и устранять нештатные ситуации. А те фонтаны, которые по старинке работают, да, там придет фонтанчик, включит кнопку, когда ему поступит сигнал. С нетерпением открытие сезона фонтанов ждут и жители города. Они уже соскучились по прогулкам по набережной и под яркое сопровождение. Конечно, вот приеду и с радостью думаю, работают, наверное, все будет скоро. Скорее бы погода наладилась, и все было бы здорово. Работаешь, ты там своей жизнью живешь. И в какой-то момент ты можешь приехать на набережную, ты можешь приехать к фонтанам и на какой-то миг ощутить, что ты живешь в курортном городе. Не забывают специалисты и про менее технологичные фонтаны без музыкального и светового сопровождения. При необходимости красят чаши и трубы. Фонтаны моют и наполняют водой. Пробные запуски проведут 20 апреля, а 1 мая – официальный старт сезона фонтанов. В последние годы городской администрации проделана значительная работа не только по сохранению действующих фонтанов, но и по восстановлению старых и некогда бесхозных, а также по строительству новых. Специалисты обращаются к жителям с просьбой о бережном отношении к гидрообъектам не мусорить и не разрушать чаши. Все неравнодушные горожане, готовые помочь в уборке после зимы, 20 апреля приглашаются на общегородской субботник. Будет предоставлены инвентарь, перчатки и мешки для мусора. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Ситуация с паводком в регионе спокойная. Министр МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Дмитрий Азаров проконтролировали работу Центра управления кризисными ситуациями. Но если вода особых сюрпризов не готовит, сезон пожаров начался раньше обычного. Что планируют предпринять региональные власти, расскажем в нашем следующем сюжете. Визит в Самару глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России начинает в центре областного главка МЧС. Здесь специалисты круглосуточно следят за обстановкой в регионе. На экране выведена у нас в первую очередь, что необходимо для работы. Это модели развития обстановки, которые могут сложиться на территории области. Если паводок опасений не вызывает, то сезон пожаров в этом году начался раньше. В лесах ситуация пока спокойная. В полях много возгораний сухостоев. На оперативном совещании глава МЧС России обратил внимание всех служб и глав муниципалитетов на необходимость усилить контроль и провести профилактическую работу. Мы продолжаем работу по мониторингу, моделированию ситуации. То, о чем мы сказали. В преддверии майских праздников мы массовый выход людей на природу, поэтому усилить профилактическую работу с населением. Усилить контроль за разведением огня и тому подобные мероприятия. И эту работу необходимо продолжать весь пожароопасный сезон. В помощь сотрудникам МЧС добровольные пожарные дружины. Они насчитывают порядка трех тысяч человек. Нередко в отдаленные районы к месту пожара именно они прибывают первыми. Глава региона поблагодарил Евгения Зиничева за достигнутую договоренность о передаче части материально-технических средств МЧС добровольным дружинам. Надеюсь, мы с Олегом Васильевичем, с главами муниципальных образований, это оперативно отработает, что, конечно, укрепит техническую оснащенность, вооруженность добровольческих подразделений. Глава МЧС посетил в Самаре еще один объект – легендарный бункер Сталина. Министру представили проект обновления музея. Планируется дополнить экспозицию и сделать бункер более доступным для посещения. Лариса Шлафаст, События. Самара станет одним из центров кораблестроения. Три 100-метровых сухогруза построят уже в этом году. Каждый сможет принять 7,5 тысяч кубометров груза и ходить по любым рекам России. На торжественной церемонии закладки килей несамоходных судов побывала наша съемочная группа. Памятные таблички к первому килю будущего сухогруза прикрепляют почетные гости церемонии – глава региона Дмитрий Азаров и руководство судостроительной компании. Всего самарское предприятие поставит три несамоходных сухогруза смешанного района плавания река-море. Сегодня, вот приступая к строительству сухогруза, мы восстанавливаем судостроение на территории Самарской области. Конечно же, обещаю вам, что все необходимые меры поддержки со стороны регионального правительства мы тоже обеспечим. Для нас это крайне важно, чтобы на нашей ворской земле, на самарской земле, мы восстановили все компетенции под судостроение и будем поддерживать это направление всеми имеющимися возможностями. Длина одного судна с четырьмя грузовыми трюмами будет более 95 метров, ширина почти 17 метров, вместительность порядка 7,5 тысяч кубометров. Вот этот баржак, она является полным аналогом максимально возможного сухогруза, который ходит через Волгодонской канал, это так называемый Волгодон-Макс. У него грузоподъемность, грузовым вместимость порядка 7,5 тысяч кубических метров. Это даже превосходит многие сухогрузы, которые сейчас ходят на Волге. Ранее предприятие завершило строительство танкера «Святой князь Владимир», оборудованного по всем современным стандартам и предназначенного для перевозки нефти. Но над ним работа велась не с нуля. Сухогрузы в Самаре полностью построят впервые за сто лет. Надеюсь, на этом мы не остановимся, потому что это не только откроет нам фронт для дальнейших заказов, но это еще и обновление производства и привлечение новых кадров специалистов к нам на завод. Завершить строительство планируется уже к концу этого года. Использовать сухогрузы будут для перевозки зерна. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Высший пилотаж. На аэродроме Бобровка прошел авиационно-спортивный праздник. Полетать на самолете или вертолете мог любой желающий. Не упустила возможность воспарить над землей и Мария Левина. Высший пилотаж показывает летчик Валерий Безрученко. Он мечтал о небе с детства, однако получилось не сразу. Юношей пробовал поступать в летное училище. Не прошел по состоянию здоровья. Тогда поступил в военное. Правда, учили там не летать, а сбивать. После 10 лет службы Валерий занялся парашютным спортом. Попал в сборную России. За 11 лет совершил более 3000 прыжков. Неоднократно побеждал на первенствах внутри страны. И два раза становился призером Европы. Теперь он мастерски управляет пилотажным самолетом 55М. Мне он очень близок. И, конечно же, я очень счастлив, что могу показать фигуру высшего пилотажа перед гостями нашего аэродрома. Когда ты летаешь, ты понимаешь, как это здорово. И думаешь, ну вот, сейчас приземлюсь и снова пойду в небо. Потому что это постоянно он тебя манит. Это очень здорово, очень классно. Ответа! А сейчас я нахожусь за штурвалом самолета, на котором начинающие летчики делают свои первые шаги в авиации. На таких воздушных птицах на аэродроме тренируются каждый день. В день авиации космонавтики полетать пригласили всех желающих. Гости праздника увидели фигуры высшего пилотажа в исполнении 10 самолетов. Самара – это авиационный город. И больше, чем в Самаре, вот этих самолетов в авиации общего назначения нигде столько не проводится. Это надо показывать, рассказывать, чтобы люди знали. В аэроклубе проходит акция «Мнебо в небо» при поддержке областного правительства. Любой молодой человек до 30 лет может оставить заявку на сайте клуба и испытать себя, например, прыгнув с парашютом бесплатно. Прыгать мы не стали, а вот подняться в небо возможность не упустили. Это польский самолет, он может разгоняться до скорости 210 км в час. В СССР он активно использовался для фокусировки планеров. Еще один знаменитый воздушный транспорт – вертолет Ми-2. Это по-настоящему народный вертолет. В Советском Союзе его использовали практически во всех сферах – от медицины до сельского хозяйства. На борту гораздо просторнее, чем на Вильге. 8 мест, а грузоподъемность около 7 тонн. Алексей Саламатов впервые летал на вертолете. Говорит, впечатления переполняют. Это просто восхитительно. Сбылась моя давнишняя мечта. Спасибо организаторам, спасибо пилотам. Всем спасибо, что такой праздник устроили. После таких полетов понимаешь слова легендарной песни. Первым делом – самолеты. Мария Левина, Николай Епипанов. События. Самара планирует получить статус исторического поселения. Тогда можно будет рассчитывать на федеральное финансирование и отреставрировать архитектурное наследие. Международный день памятников наградили людей, которые уже сейчас делают город лучше своими силами. А также юных архитекторов, победителей регионального конкурса «Архитектурное наследие». Это макет знаменитого Самарского дома, купца Челышева, в народе доходного. Именно в нем когда-то появились первые в городе квартиры, которые купец начал сдавать приезжим. Оригинальная идея изобразить здание в форме стула принадлежит Лизе Зазеркиной. Девушке 14, и она мечтает стать архитектором, заниматься дизайном и дарить старым объектам новую жизнь. Со своим проектом Лиза взяла гран-при конкурса «Архитектурное наследие». Я его делала на уроке и дома. Делала я его где-то недели три или две. Потому что это и весело, это и коллективная работа, это и труд. И потом приятно получать награду за него. Участники конкурса – школьники со всей области. Подали более трехсот работ. Соревновались за право стать лучшими в 15 номинациях. Награждение совпало с международной датой – Днем памятников ЮНЕСКО. Особой грамотой главы города пошлили самарского мецената Андрея Левкова. Благодаря его участию удалось отреставрировать одну из визитных карточек города – ворота Никольского мужского монастыря на Осипенко. Памятники архитектуры, здания, которые действительно несут безупречнейшую энергетику, и они действительно, можно сказать, остались такими объектами в назидание нам, современникам и будущим потомкам, как нужно строить и что нужно делать, чтобы это все было впоследствии вековечно. В Самаре более четырехсот объектов культурного наследия – особняк Курлиной, костел, Покровский собор и многие другие. Они украшают город, а после чемпионата мира именно благодаря им Самару запомнили тысячи туристов со всего мира. К Мундиалю большая часть исторического центра заиграла новыми красками. Здания отреставрировали, жилые дома покрасили в яркие цвета. Но остались и те, до которых очередь не дошла. Теперь же и у них появился шанс. Самара может получить статус исторического поселения. В таком случае гарантировано федеральное финансирование, чтобы привести памятники архитектуры в порядок. Мы готовим целую программу, плану совместных действий, мероприятий по дальнейшему развитию исторического части. Считаем, что это возможно, и это позволит еще больше сгруппировать население, общественность, реставраторов, историков в наведении, выполнение работ по сохранению исторического консультата. Сегодня завершаются работы по подготовке всех необходимых документов. В случае, если Самара получит статус исторического поселения, памятники культуры будут под охраной ЮНЕСКО. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События. Из юмористов в садоводы. В одном из самарских лесничеств КВНщики высадили порядка трех тысяч саженцев. На одной территории будут соседствовать молодые сосны и березы. Именно такое сочетание деревьев позволит снизить риски возникновения пожаров, говорят специалисты. За посадкой наблюдала наша съемочная группа. Вот это, смотрите, это Игорь, это Валерка, Антоний Дмитриевич, вот этот, вот, понимаете. Вот первый там, это Антошка. У всех есть имена. Юморист он и в лесу юморист. Участник команды КВН Волжане Николай Янтураев в роли садовода себя пробует впервые. К работе подошел основательно, решил каждое дерево, к которому приложил руку, наградить подходящим именем. Я каждому сажен сюда имя, чтобы сюда вернуться, с ними там лет через пять, допустим, да, обняться, как с березкой, только с сосной. И вот, ну, это же истинное удовольствие на самом деле, засаждать нашу область, чтобы было много деревьев, зелени. Волонтеры от движения КВН высаживают молодые сосны и березы. Саженцы выращивали в питомнике в течение двух лет. На специально подготовленной территории на восемь сосен приходится две березы. Лес специально делают смешанным, чтобы паразитов было меньше и вероятность пожаров свести к минимуму. Мы вводим лиственные насаждения, чтобы класс пожарной опасности насаждения снизить и предотвратить угрозу перехода, в случае возникновения лесного пожара, предотвратить угрозу перехода огня в верховой пожар. Территорию зеленых насаждений увеличивают в регионе в рамках национального проекта «Сохранение лесов», который ставит задачу к 2024 году восстановить 850 гектаров и вырастить более 5 миллионов новых деревьев. Немаловажный факт, что в рамках данной программы лесной отрасли предусмотрены субвенции из федерального бюджета на приобретение лесохозяйственной и лесопожарной техники. Это все очень положительно скажется на работе. Ухаживать за молодыми деревьями будут в течение пяти лет. Если какие-то саженцы не выживут, их постепенно заменят. Затем этот участок переведут в категорию леса. Всего в планах на этот год посадить в регионе почти 700 гектаров новых деревьев. Классика жанра. Старейшее учебное заведение Самары, детская центральная музыкальная школа отметила 110-й день рождения. Серия концертов прошла как в самой школе, так и в филармонии. На сцене выпускники, победители и лауреаты международных и всероссийских конкурсов. На праздники побывала наша съемочная группа. Студент Гнесинки Яков Клейменов учился играть на балалайке в легендарной Самарской детской центральной музыкальной школе. В будущем мечтает о сольной карьере и хочет гастролировать по всему миру. Русская культура и народная музыка сегодня популярна у иностранцев, иммигранты из России тоже с удовольствием ходят на концерты. Есть ансамбли и во Франции, и оркестры во Франции. В Америке есть ассоциация, если не ошибаюсь, дамристов и балайшников. В Японии есть оркестры, в Германии, у многих странах Европы есть, и в Азии тоже. Туда много уезжают сейчас гастролировать, потому что финансово это более выгодно, чем в России. В России немножко с этим, с концертами, с организацией не всегда получается. Она могла бы стать чемпионкой по художественной гимнастике или известной художницей. Елизавета Караулова из трех своих детских увлечений выбрала классическую музыку и игру на фортепиано. Рахманинов, Моцарт и Бетховен – ее любимые композиторы. Сегодня самарская пианистка совершенствует талант в Московской консерватории, но до сих пор благодарна педагогам Самарской музыкальной школы. Они научили самому главному. Любви к искусству, потому что музыкальная школа – это не значит, что нас учат только на их собрать на инструменте. На самом деле нам прививают любовь и к живописи и так далее. То есть ко всему, на самом деле, это такой дом, в котором тебя учат всему. Я понимаю, что без музыки я не могу. И поэтому музыкальная школа для меня всегда была как второй дом. Одаренные выпускники Самарской музыкальной школы на несколько дней вернулись в Альма-Матер. Дали два бесплатных концерта классической музыки в филармонии. Подарок педагогам, родителям и ценителям высокого искусства. Кто не смог приехать на день рождения, прислал поздравительные телеграммы и подарки. Весточки летели не только с разных городов России, но и со всего мира. Андрей Новиков, он работает в «Ритиш Петролиум», причем он уже верхний там, на верхней лестнице, и он сочиняет музыку к мюзиклам, он нам ее прислал, к спектаклям, она и ставится. То есть он говорит, я не могу без музыки жить. Или в «Грейме» работает Михаил Богомольный, просто там мальчиком еще у меня в памяти. Воспитанники музыкальной школы достойно представляют Самару на различных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах, как в России, так и за рубежом. За последние пять лет более 200 молодых музыкантов стали лауреатами и стипендиатами. Такие достижения закономерны, отмечают специалисты. Педагогами и руководством школы задана высокая планка профессионализма. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События. Чемпионский мастер-класс. Легендарный борец Александр Карелин провел открытую тренировку для юных спортсменов, которые приехали в Самару на всероссийский турнир. С чего начинаются большие победы, расскажет Андрей Горгуленко. Каждый день вот это нужно делать. Обязательно. Начало поединка, обязательно контроль рук, обязательно согнутые ноги. Большие победы всегда начинаются с работы над маленькими деталями. Об этом, как никто другой, может рассказать Александр Карелин. Трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы. Легендарный спортсмен дал юным самарским борцам несколько советов, как побеждать на ковре любого соперника. Главное, постоянно отрабатывать основные элементы борьбы. Если наша раздача слонов, педиавторов и фотографирования, хоть кого-то из них подведет к тому, что они сделали правильный выбор, и они в этом выборе утвердятся, значит, мы не так просто здесь заняли их время. Надеюсь, что это позволит и болельщикам показать, насколько борьба хороша. Но и самое главное здесь возродить былую мощь именно в Самарской губернии. Мастер-класс именитый спортсмен провел на всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юношей «Новая высота». Он организован в память о заслуженном строителе России Игоре Найвальте. Такие большие соревнования по борьбе в Самарской области проводятся впервые за долгое время. Организаторы уверены, они станут традиционными. Я нисколько не сомневаюсь, что этому турниру быть. И эта новая высота, название, символичное для наших ребят, которые будут заниматься, будут принимать участие в этих турнирах, это одна из ступеней к рейдесталам мировых международных турниров. Всего в соревнованиях приняли участие 270 спортсменов из 20 регионов страны. Юноши боролись в 11 весовых категориях. В неофициальном командном зачете победу одержали самарские спортсмены, взяв три золота в категориях 48, 55 и 65 килограммов. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Хорошего настроения, отличных выходных, до встречи. Продолжение следует...